Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы подводим итоги акции от компании Pankroos. Эта акция проходила с 11 ноября по 30 ноября. Суть акции в том, что участники отсылали фотографии на сайт в контактах. Эти фотографии, каждый из них был присвоен индивидуальный номер. Индивидуальный номер мы отсылали на мобильный телефон. И сейчас по этим индивидуальным номерам мы разыграем призы. Призы небольшие, немалые, всего-то, навсего. 6 тысяч за первый приз, если я... Да, вы знаете, 6, я ничего не путаю. Нет, 5, 5 все-таки путаю, 5 тысяч за первый приз. И за второе, за третье, четвертое и пятое место по 1000 гривен выиграют участники. Сегодня мы разыграем. Итак, с вашего разрешения в вот этот чудный аквариум круглой формы я вбрасываю. В прекрасные бумажки с номерами присвоенными участникам. Участников, к слову сказать, 102 человека. 102 человека прислали свои фотографии и застолье на сайт ВКонтактов Панк Рокус. И вот эти 120 человека присвоены каждому из них индивидуальный номер. И сейчас мы узнаем имена победителей. Не буду даже тянуть. Тем более, что сегодня на этом розыгрыше от Панк Рокус у нас присутствует волшебная полосатая рука. Волшебная полосатая рука будет волшебно вытаскивать победителей. Я буду показывать в камеру имена тех, кто, в общем-то, ну не имена, а номера тех, кто победил. С вашего разрешения на счетах. Вы не против? Итак, тадададам, волшебная рука появляется. Видна? Она достала одну бумажку. И сейчас мы узнаем номер человека, победившего шестым. Победившего шестым в розыгрыше от Панк Рокус. Я открываю. И получается номер у нас, вот его видно вам. Сейчас мне будет видно даже и мне его. Это номер 291104. Мы вас поздравляем, вы выиграли тысячу гривен от компании Панк Рокус. Ура! Ну, где-то так, по меньшей мере. В этот момент должны были звучать аплодисменты. Надеюсь, что они когда-нибудь появятся. Что касается компании Панк Рокус, то это вы видите на этом столе. Их видно? Видно, да? Вы видите на этом столе прекрасные тортики. И постепенно я буду представлять, например. Например, есть вот такой тортик, который называется часик. Вкусный, прекрасный. Декорирован часиками. Глазурь. Что-то там в нем еще вкусного есть. И, кстати, состоит из двух слоев. Белый, это, значит, нежнейший бисквит. Каждый из которых пробит он... Сейчас у меня тут есть шпаргалка. С сахарным сиропом начинка состоит из выложенных, спиралью взбитых воздушных сливок перемешанных, с вареной сгущенкой и непосредственно вареной сгущенкой. Слой начинки пересыпан орехом, то бишь арахисом. Верхний слой торта покрыт взбитыми сливками. Бока торта посыпаны орехами. Декорирован десерт, как вы видите, под часики. Шикарно. И цифры, это вот эти цифры, это вишневый джем, натуральный вишневый джем, а веерочки из шоколадной глазури. Это все произведения искусства от компании Панк Робус. Вы сможете попробовать. К слову сказать, на праздничном столе, а праздник у нас впереди большая грандиозность, скоро будем встречать Новый год, очень уместны вот эти вот произведения искусства кулинаров компании Панк Робус. Не буду задерживать ваше внимание следующий розыгрыш, тем более, что полосатая рука уже заждалась, и я перемешиваю. Сейчас мы узнаем имя пятого участника, который выиграл тысячу гривен. Что такое тысяча гривен в наше время? Но если она достается от такого шикарного кондитерского производителя, как Панк Робус, то это круто. Вот этот счастливчик. И сейчас вы увидите в камеру номер. Напоминаю, эти номера приведены на мобильник, на мобильные, присвоенные каждой фотографии, которые вы присылали к нам на сайт ВКонтакта Панк Робус. Так, я его зачитываю. Это номер 181114. В данном случае тоже должно звучать ура. Я уверен, что кто-то кричит, Браво, я выиграл штуку гривен. Ну, где-то так примерно должно быть. И хотелось бы еще представить какое-нибудь интересное произведение в кулинарах. Так как их много, вот, например, есть Торт Фонтан. Фонтан, смотрите, как шикарно выглядит. Сверху яблочки, всякие вишенки, всякие там вот эти интересные дела. И вот сейчас это зачитаю. Значит, тут тоже три слоя белого нежнейшего бисквита, каждый из которых пропитан сахарным сиропом. Представляете, с сахарным сиропом начинку торта составляют воздушные взбитые сливки и персиковый джем. Как я голоден, на самом деле. С кусочками натурального консервированного персика, который выложен кругами и в разрезе составляют фигурный рисунок. Верхний слой покрыт взбитыми сливками, бока только выложены классическими заварными печеньями небольших размеров. Вот они видите, в общем, очень вкусный, очень прекрасный тортик, который тоже мы сегодня презентуем для вас и который обязательно должен быть на вашем столе. Сейчас мы разыграли два приза. У нас мы переходим, если я ничего не путаю, к месту номер три. Это, опять же, тысяча гривен от компании Панк Рокус. Акция проходила на сайте ВКонтактах. И сейчас... Так, я перемешаю. Полосатая рука достает, и мы узнаем номер, который присвоен победителю. А этот победитель выигрывает тысячу гривен от компании Панк Рокус. Вот так. От компании Панк Рокус. Сейчас зачитаю какие-то номера. Мне тоже видно отсюда. 301-11-2. Да? Я не напутал. Не напутал. 311-112. Мы вас поздравляем. Товарищ 311-112. Вы победили. К сожалению, имена участников мы не знаем. Хотелось бы назвать вас по имени, но я думаю, когда вы будете получать призывы, обязательно познакомитесь с, собственно, теми, кто организовывает для вас эту классную акцию. А это, конечно же, компания Панк Рокус. И я вам дожаю презентовать классные тортики. В данном случае у нас есть тортик, который называется Райский остров. Вы думали, Райский остров находится где-то на Карибах? Нет, друзья. Райский остров в отхон. Смотрите. Мандаринки, всякие там киви и прочее удовольствие. Сейчас я даже еще вам расскажу, что это место внутри. Опять же, он состоит из трех слоев. Такое вот приятное постоянство от компании Панк Рокус. Три слоя. Это как минимум в их тортах. Значит, в этом воздушный бисквит каждый слой пропитан сахарным сиропом. Между первым и вторым слоями по кругу выложены возбушные слитки. Вот эти взбитые воздушные слитки, они выложены, оказывается, по кругу. Кто бы мог подумать, что они выкладываются по кругу. И между вторым и третьим слоями по кругу, опять же, по кругу. Вы знаете, торт оказывается круглый. По кругу выложены воздушные взбитые сливки и персиковый джем с кусочками самого, самого, не самого, а самого фрукта персика. Чудо, райский остров. Это компания Панк Рокус, которая продолжает наш сегодняшний рок-закрыш. Сейчас у нас приз будет выдачен под номером 4. И вот эта загадочная рука, которая практически появляется в кадре, причем даже это не рука, скорее, а лапа. Она судьбоносная в данном случае, и есть еще 1000 гривен, сейчас же разыграется для нас. Смотрите. Достаем, демонстрируем. Вот так, пожалуйста. Победите. Мы вас поздравляем. Вы молодец. Номер 281101. 1000 гривен впереди нас ожидает самый основной момент, самый основной момент в данном случае, по-моему, если я ничего не ошибаюсь. А, нет, еще раз. Значит, раз, два, три, четыре. А, пять человек. Значит, пятый человек у нас получает 5000 гривен. Даже не знаю, 5000 гривен стоит ли из-за них отсылать свою фотографию. Есть вкусный торт. Я думаю, стоит. Нет. Но перед тем, как мы разыграем, перед тем, как мы разыграем, Хотелось бы еще презентовать вам один прекрасный тортик, который называется императрица. Вот сразу вспоминается императрица, когда смотришь на этот торт. Вот как ни крути, видна же императрица. Даже не могу определить, в чем именно у меня ассоциация с императрицей. Наверное, вот с этой короной такой. Или с вот этими какими-то красными штучками, которые каждому может напомнить разное. В общем, тут все украшено шоколадом. Тоже так же все вкусно, оригинально и нестандартно. А главное, полезно. Единственное, полезная продукция, это, конечно же, от компании «Панк Рокус». И сейчас торжественный момент. На торжественный момент, на торжественный момент я приглашаю в преддверии новых новогодних праздников, так как они, в общем-то, уже не за горами. А впереди у нас год лошади. Я приглашаю к нам сюда в кадр лошадь. Да, вот эта волосатая лапа, которая была. Это, в общем-то, была лапа зебры. Зебра. Зебра, конечно, может быть не очень лошадь, но какое-то отношение имеет. И мы не хотели брать просто обычную лошадь, потому что зебра все-таки символичнее. И не может быть, чтобы год был полностью белым. Поэтому есть полоса черная, полоса белая. Но заметьте, на нашей зебре больше белых порос, чего мы вам желаем в будущем году, который, правда, еще не наступил. Больше белых порос, больше сладких сливок и всего-всего самого наилучшего. Вот сейчас, именно сейчас, зебра, ты не против? Я не против. Именно сейчас мы разыграем пять тысяч. Я тщательно перемешиваю. Потому что в данный момент мы разыгрываем первый приз. Самый главный приз от компании «Панк Робус». В этом розыгрыше было разыграно десять тысяч гривен, друзья мои. А следующий розыгрыш, который состоится, между прочим, он начнется уже со второго декабря. Он уже, оказывается, проходит. Да, я понимаю, мне подсказывают там за кадром, есть кому подсказывать. Вот, со второго декабря он проходит. И будет он длиться по четвертый января. Условия розыгрыша вы сможете узнать, если вдруг зайдете в контактах на сайт «Панк Робус». Там все условия, все условия подробно выложены. Но суть в целом та же. Вы, значит, берете тортик, устраиваете шикарное застолье и угощаете всех вот этим прекрасным тортиком. Один из которых – елочка. Елочка – это любимый торт, любимый торт новогодней лошади. Ну, мне так хочется видеть. Вот такая шикарная елочка прекрасно украсит ваш новогодний стол. Что же из себя представляет торт елочка? Т торт елочка – это шоколадно-масляный бисквит, пропитанный сахарным сиропом. Т торт выложен тремя слоями бисквита. Между каждым бисквитом находится слой нежных взбитых сливок. Представляете? Нет, представляете, как можно здесь есть за новогодним столом такой торт? Это нереально. Друзья, розыгрыш 5000. Та-да-да-дам! Я уже перемешал. Пожалуйста, я придерживаю. Смотрите внимательно. Так-так-так. Один надо исключать. Вот победитель. Вот это победитель. Сейчас на ваших глазах я разрываю эту бумажку. Хотел чуть было попасть на счастье. И, пожалуйста, мы вас поздравляем. Номер 25. Сейчас просвечу это. Номер 25, 11 и 10. Мы вас поздравляем. Вы выиграли джекпот. Главный приз от компании Панк Рокус. Вы выиграли 5000 гривен. Друзья, участвуйте в следующих розыгрышах. Не забывайте приобретать продукцию Панк Рокус, потому что это вкусно, это полезно. Это скрашивает наше существование, а главное скрашивает ваш праздничный стол. Всего самого наилучшего. Мы говорим вам пока. Мы вас поздравляем. Как разыгрывать, так все. Призы выиграть, все. А тортики сразу забрали. Что ты от меня хочешь? Я спрашиваю, что ты от меня хочешь? Уберите, пожалуйста, обвиняй эту лошадь. Уберите, она меня просто уже достала. Что? Один. Один. И... Ты хочешь, чтобы я еще разыграл? Так, мне ваша лошадь навязывает еще один розыгрыш. Только для тебя. Только для тебя я разыграю еще одну тысячу. Договорились? От Пана Крокуса. Пан Крокус, вы не против? Сказал, не против. А он есть здесь? Еще нормально. Продолжай, продолжай. И тогда мы устраиваем сейчас розыгрыш еще одной тысячи. Давай перемешиваем. Мешай, не стесняйся. Пожалуйста, только давайте, чтобы больше не было тысячи. Хорошо? Да хватит, доставай. Друзья мои, только по настоянию новогодней лошади. От компании Пан Крокус мы вручаем еще одну тысячу тому человеку, который находится под вот этим номером. Этот герой под номером 301108 получает шестой приз от компании Пан Крокус. Тысячу гривен в преддверии новогодних праздников. Участвуйте в наших акциях. Побеждайте, кушайте вкусную продукцию компании Пан Крокус. Да? Должна сказать его. Продолжение следует...